Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Семин Михаил, я директор IT-департамента, прошу прощения, не только компании Феско Транс, но и всей транспортной группы Феско. А вот про проект, которым мы сегодня будем общаться, я буду рассказывать, это действительно проект компании Феско Транс. Единственное, коллеги Аксилоты, я попрошу вас на всякий случай информировать меня, если будут какие-то сбои, все-таки издержки коронавируса и выступления из дома, первый раз из дома выступаю, по ходу первого выступления небольшие сбои были, поэтому если какие-то сбои будут, пишите в чат. Итак, начинаем. Несколько слов о группе компании Феско. Феско это транспортная группа, одна из крупнейших в России, отличительной особенностью нашей компании это то, что мы предоставляем сквозной мультимодальный сервис, мы ориентированы на рынок Азии, это Китай, Япония, Корея, ну в первую очередь на импорт, конечно и экспорт у нас присутствует. Ну и уникальность, наверное, нашей компании, что помимо всех более-менее стандартных плеч, у нас свое морское плечо и вообще нужно сказать, что компания начинала свое существование и развитие с компанией дальневосточное морское пароходство. Это очень компания с большой историей, в этом году мы празднуем 140 лет и проводим целый комплекс мероприятий, связанных с празднованием, в том числе в этих мероприятиях участвуют и наши клиенты. На текущий момент структура компании уже сформировалась, ну понятно, для формирования мультимодального сервиса необходимо наличие всех активов, это и подвижной железнодорожный парк, контейнеры, платформы, профлот, я уже сказал, общая инфраструктура, сухие терминалы. Наверное, ключевой актив нашей группы, это один из крупнейших, а может даже и крупнейший порт на Дальнем Востоке, Владивостокский морской торговый порт. И в данном случае я буду рассказывать о проекте именно о подразделении автотранспортных перевозок, который тоже имеет свою предысторию. А именно, так получилось, что в компании произошла реорганизация и из структуры нашего экспедиционного логистического подразделения автотранспортные перевозки выделились в отдельную компанию. Соответственно, на момент, когда автотранспортное подразделение находилось внутри структуры экспедиционной, автоматизация была не на достаточно высоком уровне. Мягко это скажем, большое количество информации, хранящейся в Excel, неформализованная информация о тарифных ставках, коммуникация с клиентами, связанная именно в части автотранспортных перевозок, в большом объеме шла по электронной почте. Отсутствие конкретных и точных событий, которые не позволяли впоследствии фиксировать... Да, прошу прощения, коллеги. Да, в соответствии, соответственно, возникали проблемы, связанные с последующей тарификацией и так далее. И все это происходило на фоне того, что было понятно, что рынок услуг контейнерных перевозок, он достаточно узкий, там есть куда расти, развиваться и количественно, и территориально. И, собственно говоря, решение это было принято, и необходимо было нам как IT поддержать создание этого бизнеса соответствующей информационной системой с необходимой функциональностью. Как выбирали поставщика? Но сразу нужно сказать, что, наверное, на решение на платформе 1С мы изначально были сориентированы. Дело в том, что у нас достаточно много в периметре именно IT-ландшафтных групп решений на платформе 1С. У нас достаточно большой и качественный штат внутри IT-подразделений именно по разработке 1С, поэтому на платформу, наверное, мы сориентировались сразу. Это первый момент. Дальше решался вопрос с тем, чтобы познакомиться с соответствующими решениями на платформе 1С. Их немного, мы их посмотрели. В обязательном порядке были проведены демонстрации, получили коммерческие предложения. Ну и, естественно, по ходу всего процесса мы так или иначе формировали свою экспертную оценку, а с кем мы готовы были бы работать. Естественно, тоже нужно отметить, что в ходе общения его было достаточно много. Мы сразу принимали решение, а с кем мы работаем, с кем мы общаемся на одном языке, кто нас слышит, с кем нам будет комфортно работать. Ну, не секрет, что это, наверное, один из ключевых факторов для последующего успешного реализации проекта. Немаловажную историю, в свою очередь, сыграл еще и тот момент, что, когда мы запросили референс-визит, компания Xlot нам его организовала. Был выезд в одну из компаний в Санкт-Петербург, и мы получили всю необходимую информацию. Она была совершенно рабочей, без каких-то там иллюзий по поводу того, что все будет просто, или там проект будет сделан в конечные сроки, под ключи, нам не придется самим развивать систему. Нет, мы получили ту информацию, в общем-то, которую хотели, и комплекс этой информации позволил нам с пониманием того, что мы делаем, заходить на проект. Следующий немаловажный момент был связан со следующим. Организовалась компания, а нужно принимать достаточно быстрые управленческие решения и налаживать учет хотя бы в части учета, собственно говоря, самих активов. Поэтому с нашей стороны, еще на этапе проведения конкурса, я сразу потребовал, чтобы предложение подрядчика включало в себя некие две фазы внедрения системы. Первая фаза – это, собственно говоря, учет активов. Вторая фаза – это автоматизация коммерческой деятельности. Ну вот, на мой взгляд, мы точно здесь не промахнулись. Со всех точек зрения это позволяло выходить на результат, то есть быстрый результат. Сотрудники компании «Феско-Транс» погружены в процесс, мы отрабатываем какую-то внутреннюю коммуникацию, понимаем, где у нас есть ошибки, формируем коллектив. То есть все вот эти факторы позволяли нам принять соответствующее решение. Еще раз скажу, забегая вперед, мы точно с таким технологическим подходом не ошиблись. И тоже немаловажный момент по организационному периметру. Территориально мы находимся в Москве, Владивостоке, другие подразделения, вот сейчас даже указан Санкт-Петербург и Хабаровск, а на текущий момент компания развивается, будет представлен в других локациях. То есть что нам хотелось получить? С одной стороны, максимально функциональное решение, с другой стороны, оптимальное решение по стоимости. Поэтому мы проговорили и в рамке договора включили следующие условия. Непосредственно сбор требований на автоматизацию мы проводили по локации Москва и Владивосток. Там есть реально очень серьезные изменения, потому что исторические компании, даже с точки зрения экспедиционного бизнеса, развивались на разных решениях. Специфика по тарификации, вывозу, работе с клиентами, специфика наличия своего порта во Владивостоке. Там достаточно много нюансов. То есть, с одной стороны, мы должны получить полнофункциональное решение, с другой стороны, именно к подходу к внедрению мы пошли следующим путем. По Москве опытная промышленная эксплуатация в зоне ответственности Аксилота и внедряли проект мы силами Аксилота. По Владивостоку. Мы в Владивостоке имеем свою достаточно сильную команду IT-поддержки. Было понимание, что мы должны попробовать провести окно-промышленную эксплуатацию собственными силами. Для этого мы сразу согласовали на входе в договор, что нам нужен комплект документов, который позволит максимально оперативно нашим сотрудникам знакомиться с системой. Плюс мы провели ряд встреч обучающих именно с сотрудниками IT-поддержки, где информация была передана. Конечно, внедрение в итоге во Владивостоке прошло нашими силами. И, кстати, сказать, что прошло намного легче, чем в Москве. Фактически мы тиражировали готовые решения. Аксилот у нас занимался поддержкой, ну, условно назовем, давайте, это третьей линией. Но вопросов по Владивостоку по факту уже можно сказать, что их практически не было, поскольку Владивосток полноценно уже работает. Что в целом доказывает, что мы шли по достаточно правильному пути. По тиражированию, которое у нас сейчас начинается в Санкт-Петербурге и Хабаровске, мы делаем тиражирование собственными силами. Здесь даже вопросов к аксилоту нет. Мы понимаем, что мы к этой истории абсолютно готовы. По непосредственно контурам. Ну, как я уже сказал, первый контур, учет активов, это скорее такая утилитарная история. Здесь мы просто понимали, что максимально и понимали, и проговаривали на этапе пресейла и договора, что мы готовы максимально этаповое решение внедрять. Точно не будем заниматься какими-то разработками, изысканиями. Поскольку, с одной стороны, эти истории максимально унифицированы, специфики здесь относительно немного, хотя я могу ошибаться, но вот вводные были такие, в целом, я считаю, мы не ошиблись. Но это нисколько не упрощало, собственно говоря, сам процесс внедрения, потому что, как я сказал, автоматизация автоподразделения была не очень сильная, и мы достаточно много времени с Аксилотом потратили на сбор нормативно-справочной информации, на классификаторы, на полноту заведения информации по тем же автотранспортным средствам, вот информация по остаточной балансовой стоимости, это Excel, перезагрузка Excel, выверка. То есть работа шла реально достаточно большая, и именно сосредоточившись на этом, мы относительно короткие сроки смогли поднять флаг по этой части, что у нас в этом блоке все получилось. Конечно, наиболее интересная часть проекта – это коммерческая часть, здесь она заявлена как управление перевозками, и мы понимали, с чем нам придется столкнуться. Сразу первый момент – это специфика контейнерных перевозок. Я думаю, что мало кто здесь из присутствующих заинтересуется или тесно связан с контейнерными перевозками, просто нужно признать, что она есть. Поэтому система именно с точки зрения заказов на контейнерные перевозки и контейнерные перевозки, она просто дорабатывается. Мы формировали требования и дорабатывали систему. Вообще дискуссионный вопрос – проще ли контейнерные перевозки, чем обычные автоперевозки? Да, у нас там нет сложной транспортной задачи, как забить машину небольшими заказами и сформировать оптимальный рейс машины, наши контейнерные перевозки. Чаще всего этот контейнер поставили, в лучшем случае его за день доставили заказчику. Иногда, максимум это бывает, машина обернется два раза, но, тем не менее, своя специфика есть. Надо понимать, с какой стоянки машина поедет на следующий заказ, как она вернет контейнер, сколько на это будет времени потрачено, куда машину поставить, чтобы потом она эффективно отработала со следующим заказом. То есть все эти вопросы нам потребовалось проработать. Отдельная история – это блок тарификации. То есть здесь были задачи и методологические, и функциональные. Вообще то, что было предложено компанией Axelot в части описания тарифов, в целом еще на этапе пресейла было понятно, что ситуация функционально достаточно хорошая, и мы в базе этот функционал будем использовать. Мы его дорабатывали, но, скорее, основные доработки этого функционала именно для нас были связаны с тем, чтобы обновление информации по тарифам, уже по ходу работы с системой, занимало минимум времени. Потому что на входе нам пришлось, когда мы запускали систему, даже, может быть, этот момент мы упустили, достаточно детально описывать тарифы, потом мы поняли, что просто там общую логику описания тарифов нужно немножко поправить, просто технически этих тарифов становится в системе меньше, и сейчас, ну, если перед нами встанет задача быстрого перехода на новую, не логику, скажем так, а задача обновления тарифов, мы это сделаем там буквально за несколько часов. Интеграционные задачи, я расскажу про них отдельно, тоже очень важно. Но еще, наверное, важный момент. У нас как таковая задача геолокации трейсинга, она, конечно, присутствует, но все-таки вот в нашем бизнесе важно не просто смотреть на карту с геолокацией и любоваться, где находится машина, а скорее получать некий бизнес-событие от терминала, от клиента, от терминала, который принял контейнеру. Именно эти события для нас являются ключевыми в части исполнения заказа, поэтому была задача выстроить бизнес-процесс по управлению событиями, которые и отражают статус исполнения заказа. Важный момент, про который я должен рассказать, это, с одной стороны, специфика нашей компании, с другой стороны, на это, я думаю, всем нужно будет обратить внимание. С точки зрения выставления счетов и выпуска первичных документов. Мы точно знали, что для нас это будет задача сверхсложной, и по большому счету мы, собственно говоря, больше даже сами этой историей занимались. Дело в том, что у нас на текущий момент уже, наверное, в течение трех лет в группе работает объединенный центр обслуживания со своей учетной системой и на стыке между производственными системами производственных дивизионов и учетной системой объединенного центра обслуживания есть так называемая система ИЛАР, это система BPM-класса, которая оркестрирует и маршрутизирует все бизнес-задачи, с которыми работают сотрудники в том корпусе. В этой связи нам потребовалось выстроить некую логику бизнес-процесса, где после окончания выполнения рейса формируется реестр доходный, расходный и, собственно говоря, падают задачи на объединенный центр обслуживания, как финансовую службу, которая выставляет первичные документы. И вот создать вот это разделение между тем, где какие документы выписываются и какие зоны ответственности на какую службу находятся, это была отдельная задача, она в меньшей степени касалась Аксилот. И, должен сказать, что мы ее решали прямо до последнего момента, уже система была готова, а бизнес внутри себя дискутировал. Потому что там очень важные моменты, вроде бы за производственную часть отвечают производственники, они выставляют свои реестры, за первичные документы отвечает объединенный центр обслуживания, но производственники должны быть уверены, что документы выставлены, что от клиента нет замечаний, документы акцептованы. Поэтому там достаточно серьезные бизнес-процессы сформированы. Это с одной стороны. С другой стороны, в ходе такого оперативного рабочего общения, когда я общался с коллегами Аксилота и пытался понять, о какую же логику в обычной некой конфигурации ТМС и условно 1С-бухгалтерии, как вариант, выстраивается конфигурация по финансовым документам. Вот здесь даже я должен признаться, что какого-то итогового решения я для себя не сформировал, поэтому, наверное, подсветил бы этот момент, когда с коллегами, если есть понимание, что хочется внедрить это решение, пообщаться с коллегами, потому что это такая достаточно тонкая материя в части именно выставления первичных документов. Про управленческий учет. Ну, очевидно, создалась компания, у компании есть цели, задачи, руководство, у которых есть KPI, поэтому, безусловно, стал вопрос о формировании управленческого результата, причем мы его отрабатывали в двух направлениях. Есть оперативный финансовый результат, когда фактически по каждой перевозке нужно на основе прямых затрат к перевозке понять, какова же маржинальность перевозки, с какими направлениями работать, план факта отклонения, ну и достаточно серьезный у нас финансовый блок, в том числе, вот подсох, как я уже говорил, и необходимо было сформировать итоговую финансовую отчетность, где в общий котел операционной деятельности добавляется и распределяется общихозяйственные расходы. Здесь тоже достаточно много интеграции, и копий было сломано, потому что принимались решения на стороне, из какой системы будет считаться, например, амортизация по автотранспорту, шинам, агрегатам, из какой системы передавать информацию и в какой аналитике. Если мы передаем ее из ЗУПа или передаем из системы бухгалтерского учета, ЗУПа, прошу прощения, зарплаты украинского персонала, в систему ТМС, то в какой аналитике, как подтвердить полноту передачи информации из бухгалтерской системы в ТМС, именно в котел распределения. То есть все эти задачи нам пришлось решить. Здесь, наверное, отмечу, что именно функционал настройки распределения затрат общих хозяйственных практически не дорабатывался. Ну, даже, можно сказать, абсолютно не дорабатывался в системе ТМС. Он гибкий, удобный, это действительно полноценный инструмент для того, чтобы выстраивать модели расчета управленческой себестоимости и формирования управленческого финансового результата. Модель настроена. Безусловно, сейчас идет становление какое-то внутреннее, внутреннее локальное изменение. Но, собственно, для этого и нужен движок, чтобы так или иначе эту модель модифицировать и иметь возможность каким-то образом настраивать под требования бизнеса. По интеграционным задачам Киберлайнс – это наша производственная система экспедиторской компании. Здесь, ну, поскольку большая часть заказов идет именно от компании ФИД, здесь была задача передавать заказы из системы Киберлайнс, и эта же система должна получать у себя информацию о статусах перевозки. связка ЮУС и ЛАР, я про нее уже рассказал, это комплекс систем нашей компании, сервисный центр ФЕСКО, который себя представляет отцо. А с ЗУПом эта история связана с начислением заработной платы по премиальной части и получением информации по заработной плате для того, чтобы присчитать финансовый результат. И касательно работы с внешними терминалами, здесь тоже, я считаю, мы не ошиблись. У нас в московском регионе основной наш партнерский терминал, это терминал Экадорно-Силикатный, с ним мы реализовали стопроцентную полную интеграцию, то есть вообще полностью ушли от какого-либо ручного обмена. На вход мы заявились, что с другими терминалами по московскому региону, их с десяток, мы попробуем создать единый унифицированный шаблон обмена в формате Excel. Мы его сделали, понятно, что все терминалы не готовы были перейти на его работу, так или иначе, там локальная работа с отдельными терминалами была проведена, все плюс-минус, те шаблоны, которые были, терминалы приняли, и сейчас, получается, со всеми терминалами мы остальными общаемся, получая информацию по тарификации и расходам, расходные реестры, мы общаемся в режиме загрузки этих файлов. Интеграцию с Владивостокскими системами, ну это наша, собственно говоря, плоть от плоти, с ними мы решили в рабочем режиме компенсационные вопросы. Так, и следующий слайд. По срокам проекта, ну, как я уже сказал, разделение у нас было на две фазы, это фактически полноценный проект, это разработка, опытная эксплуатация, небольшое наложение с целью экономии по срокам мы сделали, наложив опытную эксплуатацию по первому блоку на разработку технического задания по блоку коммерция, общая длительность проекта составила порядка девяти месяцев, это чуть больше, чем наши плановые цифры, но, наверное, должен сказать, что это все в пределах погрешности, и вот этим небольшим отклонением можно найти аргументацию скорее больше в наших внутренних бизнес-процессах, потому что компания становилась, отвечая там на прямой вопрос, если здесь вопросы к Аксилоту, пожалуй, что нет, никаких задержек со стороны подрядчика, явных я бы не обозначил. Ну, и, наверное, по результатам, ну, для меня главный результат как для IT-директора, я понимаю, что бизнес эту систему принял, и на любом уровне, от генерального директора до линейных исполнителей, есть четкое понимание, прям подтверждение голосом, что, да, эта система позволила эффективно организовать работу компании. Учитывая то, что компания развивается и по количеству транспорта, и по геолокациям, моя задача была предоставить бизнес-систему, которая не только там в среднесрочной, вернее, оперативной перспективе позволяет решить вопросы, но и гарантированно позволит в среднесрочной, долгосрочной перспективе развиваться бизнесу, не быть стопором, а скорее поддержкой для развития. Я уверен, что мы этого результата достигнем. Коллеги, по моему выступлению все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова